Доброе субботнее утро дорогие друзья, солнечное утро, прекрасное утро, но да, пока что с вами Евгений Гордеев из города Героя Смоленска, но пока что, несмотря на славное, доброе солнечное утро, новости у нас, как всегда, не совсем хорошие и не совсем обычные. 2 марта просторы родины облетела страшная весть, в Пермском крае, в поселке Октябрьский, 16-летний школьник в течение двух часов с помощью страшного орудия топора уничтожил всю свою семью, Зарубил мать, отца и 12-летнюю свою сестренку, пришедшую только что из школы. После этого он на попутках добрался до Перми, оттуда опять же нашел попутку до Екатеринбурга и уехал в Екатеринбург. Там его, собственно, 3 марта и задержали, а вначале он настолько изуродовал топором лицо, допустим, того же отца, что его не опознали, а подумали, что это отец зарубил всю свою семью и что это лежит Рома. А когда сделали судебно-медицинскую экспертизу, то поняли, что Рома-то нет, а это отец, и стали уже искать парнишку. Он сразу же не отрицал своей вины, рассказал о том, как все это случилось, спокойненько, с чувством, с толком, с расстановкой. Все это сделал, и пока что он арестован на 2 месяца, содержится в следственном изоляторе. Какие мнения там у людей? Ну, благополучная семья. Отец работал вахтовым методом, неплохо зарабатывал. Мать, детская медсестра, здесь же в поселке Октябрьский. Семья уважаемая. Пацан, ну, может быть, и не так хорошо учился, но зато имел некоторые таланты. Некоторые таланты. Он неплохо играл на гитаре, играл на фортепиано, то есть детскую музыкальную школу закончил. Я не знаю, во сколько, во скольки там лет учат. Но он закончил ее, несмотря на то, что у него какие-то проблемы со слухом, потому что пишут и говорят, что когда в суде ему какие-то вопросы задавали или что-то ему читали, то он все время переспрашивал какие-то проблемы со слухом у него. А может, он аутентичен стал в связи с тем, что натворил. Но я почитал и много комментариев разных на эту тему. Да и все говорят, что он увлекался компьютерными играми. А компьютерные игры многие говорят, что это страшная штуковина, особенно когда они воздействуют на неокрепший, так сказать, ум, волю подростков подрастающего поколения. Я помню, извиняюсь, я помню, что несколько лет назад мальчик такого же, может, возраста, даже меньшего возраста, чем этот Рома, ну, назовем его Ромой, не зарубил, а снялся, убил спящего отца своего, чем-то молотком, что ли, и скальп с него снял. То есть, не буду рассказывать эту страшную процедуру, я в морге достаточно нагляделся на эти процедуры. Только за то, что отец категорически стал запрещать ему играть в компьютерные игры. Ну, кто-то думает, может быть, что вот времечко настало, значит, вот компьютерные игры, вот там всякие фильмы, вот интернет, вот кровью все залито, так сказать, весь экран. А я вам доложу, что при советской власти, при глубоком, так называемом, как говорят, застое, были не менее страшные преступления, совершаемые подростками. Вот я помню, в начале 70-х годов в Москве 13-летний парнишка жестоко убил 5-6-летних мальчиков, 5-6-летнего мальчиков. Они играли, значит, в войнушку и на чердаке старой пятиэтажки, кажется, московской, ну, сталинских времен, дом, где шлаком засыпан, знаете, бывает, перекрытие шлаком засыпали. И он, значит, был эсэсовцем там или абверовцем, не знаю кем, а они были, типа, нашими разведчиками, эти мальчики маленькие. И он им связал, значит, колючей проволокой руки, извиняюсь за эти страшные подробности, выколол глаза, он пытал их, добиваясь, так сказать, ну, каких-то признательных, будем так говорить, показаний. Да, выколол глаза, отрезал уши, отрезал языки и закопал там в шлаке их тела. Очень долго искали, нашли, но ему-то 13 лет. А, ну, а когда стали исследовать его детские годы, оказывается, он с детства был садистом, ну, и остался садистом. И вырос бы новый чикатило из него, конечно, или еще более страшное что-то. Он, значит, лягушек надувал через соломинку, бросал в воду и камнями добивал. Он прибивал кошек огромными гвоздями к забору и расстреливал их из рогатки камнями. Ну, и так далее. Страшные подробности. Так вот, я вам хочу сказать, ему было 13 лет, он не подлежал уголовной ответственности. Но, но, заметьте, что сделали взрослые дяди наши, наши правители тех времен. Это были брежневские времена, начало 70-х годов прошлого века. Это было летнее время, но с каникул было отозвано необходимое количество, там, 2 трети или сколько-то для принятия решения депутатов Верховного Совета. И они на своем закрытом заседании приняли решение временно отменить ну, те положения уголовного и уголовно-профессионального кодекса, которые запрещают применять такие меры, как высшая мера к несовершеннолетним. И вообще, ту статью, видимо, изменили на время, где ответственность за такие даже тяжкие преступления наступает с 14 лет. Вот я так думаю. И вот этого 13-летнего парнишку в исключительном, как это, порядке принято было решение к нему применить высшую меру наказания. То есть, расстрелять. И вот, по запросу суда, естественно, под давлением общественности и средств массовой информации, произошло, произошел этот вердикт. Значит, этот подросток, я его человеком даже не могу назвать. Это чудовище было, мелкое чудовище было приговорено к исключительной мере наказания, и мера эта была приведена в исполнение. Вот так. То есть, это было всегда, и всегда вообще, значит, из моей практики, ну, моей оперативной практики, следственной практики, из того, что я знал и слышал о тяжких преступлениях, о маньяках серийных, в том числе в Смоленске были братья Черные, был Староженко, небезызвестный, и некоторые другие, мы знали, что всегда надо искать причину этих страшных трагедий, если это совершено взрослыми. В детстве надо искать, в детстве, понимаете? Или же в ранней юности причину надо искать. И вы же понимаете, что тот, вот, кого мы иногда попадается нам, так сказать, на язык, Денис Самохин, он же Вактионов писатель, там, который страшные, там, свои повести, которые называются детективными, но на самом деле это страшные, кровавые, так сказать, писюльки. Тоже, наверняка, корни этой трагедии, корни того, что он совершил в его детстве лежат. В том, что, может быть, отец оставил, там, мать деспотичная его воспитывала. Может быть, какая-то ненависть к женскому роду появилась. Ну, и так далее, и тому подобное. Я хотел вот что сказать еще, что и в трагедии с Владом Баховым, а этот поселок Октябрьский, где этот зарубил свою семью, Рома, так называемый, он, наверное, такого же размера, как и наш городок Демидов, в лесу возле которого произошла трагедия 6 апреля 2019 года с Владом Баховым. Тоже, так сказать, корни надо следователям было искать. И в подростковых, конечно, взаимоотношениях, прежде всего, в подростковых взаимоотношениях. Ну, а теперь у меня по этому делу, значит, определенный скептицизм, потому что я кое-чего знаю, такого, чего говорить не могу пока. Вот. Скоро мы все узнаем. И тяжко вздохнем над делом Влада. А пока что я хочу сказать, что Россия тоже не исключение. Мы знаем, что и в Америке там школьники берут автоматическое оружие и расстреливают своих и педагогов, и соучеников, одноклассников, одношкольников. И у нас тоже такой вот, вы помните случай, когда парнишка тоже взял оружие и пошел в школу и мочил там всех, все, что шевелится. Эти переключения, эти нервные срывы, я думаю, бывают не случайно. Ведь, посмотрите, и мы, взрослые, не всегда выдерживаем той информационной нагрузки, той социальной нагрузки, той экономической нагрузки, которая на нас психологической нагрузки и законодательной нагрузки, которая каждый день диким прессом давит на нас. Каждая квитанция эта, которая приходит за ЖКХ, каждый этот рост цен, когда мы ходим в магазины и видим, что невозможно, значит, становится делать те покупки, которые нам надо, потому что надо еще и на лекарства оставить, понимаете? Я не говорю уже о том, что мы перестали ездить к своим родственникам в гости, которые живут где-то в других городах и в весях. Какие гости? Мы перестали, мы не имеем возможности летать или ездить далеко, значит, хоронить своих родственников, хоронить даже отца и мать, может быть, своих, из-за того, что неподъемными стали билеты, стоимость билетов на все виды транспорта. Поезда уже стали стоить билет больше порой, чем на самолет. Вот в чем дело. Вот в чем дело. А молодые люди, они как губка впитывают то, что видят окружающие, то, что слышат. Они пропускают через свои юные сердца, мозги, поведение свое, то, что происходит со взрослыми дядьками и тетками, то, что происходит в нашей стране. Они питаются той информацией, теми отбросами, которые льются с экранов телевизоров, которые проливаются на их несчастные головы и неокрепшие души в интернете. И порой, редко, но выливаются вот такие трагедии, как случилось в Пермском крае. Благополучная семья. Все нормально. И семьи из четырех человек, ячейки общества, общества, в котором мы живем, не стало в течение полутора-двух часов. А пацана этого рубщика мяса, тху-тху-тху, человечего мяса, ждет наказания в виде всего лишь десяти лет лишения свободы, потому что он несовершеннолетний, а несовершеннолетним за любое преступление нельзя давать, наказание более десяти лет лишения свободы. Ну и, если хорошее будет поведение, через две трети он выйдет, а поведение у него будет хорошее, я уверен. Он будет играть там в местном колонийском ансамбле и заслужит в себе условно-досрочное освобождение. Друзья мои, берегите себя, берегите свои семьи, цените каждый час, каждый миг, проведенный со своими детьми и внуками. Обращайте внимание на то, чем они занимаются, с кем они дружат. Что за напасть там преследует их в интернете? Сейчас вы видели поступление президента по поводу необходимости, срочной необходимости усиления борьбы с такими преступлениями в интернете, как склонение подростков к совершению суицида, к прыганию с крыши, сжиганию себя, выпиванию каких-то смертельных веществ и так далее. Это страшно. Страшно не то, что сказал президент, а то, что это существует в действительности. Это страшно потому, что жизнь у детей утрачивает свою ценность и привлекательность, как жизнь. Понимаете? Вот о чем я говорю. Конечно, президент не говорит о том, что вот где-то даже на Смоленщине, я помню, девочка покончила с собой в связи с тем, что у семьи не было средств к существованию. Значит, вот чтобы оставить, как говорится, жизнь матери, и я не помню, у нее сестренка или братишка был, она покончила с собой, чтобы на одного едока в семье было меньше. А это кто виноват? Это не те, кто в интернете склоняет подростков к совершению суицида. А те, кто такую жизнь для людей создал, может быть, совет министра у наших, правительство наше, гребанное порой. Ну, его уже сменили, уже новое, так сказать, уже новое не гребанное. Я не хочу, так сказать, получить тоже пару лет нар, за то, что я поругал правительство наше. Ну, в магазин все мы ходим и видим, так сказать, что творится. Каждый день растут цены. Вот у нас пятерочка под боку у меня магазин. Я каждый день хожу за продуктами. Заготавливать мы уже, так сказать, не можем, потому что... Не буду говорить, почему. А покупаем ежедневно. И я вижу, значит, молочные продукты, хлебобулочные изделия. То, что мы каждый день употребляем. Какие-то товары дешевые, вымываются. Те товары, которыми бабушки с дедушками живут, малоимущие. Малоимущие. Вымываются. Вообще исчезают с прилавков. Ну, говорят же, вот когда недавно Владимир Владимирович Путин сказал, значит, чтобы остановили рост цен на сахар и подсолнечное масло. Было подсолнечное масло даже у нас. И по 65, и по 70, и по 80 чем-то рублей. А он сказал, чтобы подсолнечное масло не было дороже за бутылку 109 рублей. И вы знаете, куда-то подевалось вот это дешевое масло, значит, и все стало, значит, от 109 до 109 рублей. 109 рублей. Нормально. Вот так у нас борются с бедностью. Борются с бедностью. У нас с бедностью борются не увеличением числа, ну, пусть не богатых, а достаточных людей. А с помощью самих бедных борются с бедностью. Либо порог, так сказать, опускают этот, либо еще что-то. Поэтому не всегда виноваты какие-то кибербуллинги. Самый страшный кибербуллинг, который мы на сегодня имеем, это наше родное правительство, государство. Те, кто нами правят, будем так говорить. Те, кто нами правят. Я, честно говоря, ни разу не слышал за всю бытность, за все существование Института Президентства в России, ни разу не слышал отчета президента перед нацией. Есть какие-то послания куда-то президентские, есть какие-то публичные ежегодные выступления, ответы на вопросы, то есть всенародные пресс-конференции такие. Вопросов миллионы, а ответов там несколько десятков, потому что невозможно сидеть, так сказать, полжизни отвечать на чьи-то вопросы. Вопросы все одинаковые. Как жить дальше? Как можно прожить, так сказать, на пенсию 12 тысяч? Самый главный вопрос. Ну что ж, друзья. Вот я сегодня о чем хотел сказать. О том, что в недрах нации, в тех ячейках, которые называются ячейками общества, в семьях, растут, к сожалению, подрастают. И подрастут, и выйдут в свет. Вольются в общество. Вот такие вот страшные люди. Как вот этот вот Рома. Как этот вот Денис Самохин. Локтионов. Как Чикатило. Как Стороженко Смоленский. Ну и так далее. И давайте посмотрим вокруг, что же происходит. Давайте в своих семьях посмотрим, что происходит. Не дай Бог, чтобы что-то подобное происходило. Не дай Бог. Спрячем подальше топоры, ножи, мотопилы. Не дай Бог, так сказать. Кому-то сберет голову воспользоваться всем этим не по назначению. И храни нас всех, Господь. Храни нас всех, Господь, от чего-то подобного. С вами был Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. Друзья, не забывайте, значит, о доброте. Доброта спасет мир. Не красота, а доброта спасет мир. Давайте, чем можем, каждый из вас, каждый из нас, поможет братьям нашим меньшим. Хотя бы вот моему домашнему приюту. Да. Любого возьмем. Это кто у нас такой? Ой-ой-ой. Ой, подожди. Смотри вон в экран. Вот для таких вот сённых ребятишек. Иди, малыш. Я тебя... Ну, пока.